Почти год прошел со дня трагедии на Сватовском военном складе. Тогда она унесла жизни четырех людей. Пострадали жилье и социальные объекты на территории сгоревшего арсенала, где находилось 3,5 тысячи тонн боеприпасов, до сих пор небезопасно. О работе саперов и пиротехников длиною в один год в материале Юлия Щербак. Пожар на складе вооруженных сил в Сватово случился 29 октября 2015 в 19.30. 3,5 тысячи тонн боеприпасов, расположенных примерно в километре от города, начали детонировать. Что стало причиной пожара, до сих пор неизвестно. Но, по словам военных, смесь, попавшую на ящики со снарядами, потушить водой не смогли. Охранник, который в ночь трагедии дежурил на складе, через год рассказывает. Сверху за метр 30-40, над брустом. Вот так, как от него шар горячий, и от него сварка, трохи искры бликали. И когда оно впало на ящики, оно рассыпалось, как готово. В ту ночь во время тушения пожара погиб его напарник. Тела двух военнослужащих обнаружили еще через несколько дней. Кроме того, из-за попадания снаряда в магазин погибла продавец Людмила Солчинская. Обезвредить опасные остатки большого арсенала пиротехники до сих пор не удалось. Сейчас здесь работает тяжелая техника. Это уже третья ротация группы пиротехнических работ госслужбы по чрезвычайным ситуациям. И пока, говорят специалисты, работы остается много. Дуже много и снарядов, и взрывателей. Дуже много боевых. Это противопехотная мина кругового поражения. Противопехотная мина ОЗМ-7С-2. Спрацювала не в полном складе. Как видите, спрацювала только вишебный заряд. Сама боевая частина поражающих элементов, которые находились в противопехотной мине, залишились. Часто вылучено 12 484 одиницы выбухонебезпечных предметов. Очищено площадку самих складов. Пиротехнические розрахунки зачищают сами компонеры, где находились склады. Чтобы обезопасить местное население, территория бывшего склада находится под охраной. Юлия Щербак, ПОДИЯ.